Сегодня мы устраиваем прощальный перформанс в Тюзи и соблюдаем перемирие в Пятом Театре. Делаем ход конем и смотрим на мир в пастельных тонах. Встаем на лыжню и пылаем огнем, не выходя из дома. Погода шепчет, не выбирайтесь из-под одеяла. На улице минус 23 градуса, но 8 тысяч амичей выбрали неленивое субботнее утро и встали на лыжи вместе со всей страной. Здесь, в Аграрном университете старта всероссийской гонки «Лыжня России» ждут 4 тысяч амичей. Еще 4 побегут в 16 районах области. В соседнем Новосибирске массовую гонку перенесли из-за морозов. Также поступили в Томской и Кемеровской областях и Республике Хакасия. Остальные горячие регионы страны дружно просят лыжню. Я в прошлом году бежала с ней, в этом году бегу. Почему? Для чего бежите? Да я люблю лыжный спорт, я до сих пор катаюсь, у меня лыжи свои, палочки свои. Я никогда связь с лыжным спортом не теряла. Всероссийская гонка проводится с 1982 года. Здесь бюджетники дают фору губернатору, а простые физкультурники имеют шансы обогнать олимпийскую чемпионку. Это всегда такое мероприятие, которое я стараюсь не пропускать. Ну и пообщаться, привезти ребенка, конечно, это, наверное, основная цель. Два километра все-таки не можно. Мы хотим срезать. Самые младшие участники бегут два километра. Юноши и девушки соревнуются на пятикилометровой дистанции. Спортсмены постарше преодолеют десятку. Алексей Сильнягин сделает это в юбилейный десятый раз. На протяжении уже десяти лет участвую в Лыжне России. Всегда притягивает атмосфера массового мероприятия, единение народа. Второй раз в жизни на лыжах стоит Николай. У юноши цель – преодолеть минимальную дистанцию, чтобы решить, подходит ли ему этот спорт. Понять, почувствовать, узнать. Попробовать победить. Победа – приятный бонус, утверждает старшее поколение. Лыжи – это здоровье, которое не купишь, но за регулярные тренировки можно получить. Мне уже за 60, и намного больше за 60. Но мне нравится заниматься спортом. Лыжи – это раз, велосипед – это два на Велоомске каждый год. Ну, плюс еще занимаюсь моржеванием один раз в неделю. И свежий воздух для меня – это первый допинг. К слову, перед состязанием все участники должны были предоставить справку о здоровье. Зожников стало больше. А почему больше стало? С чем это следует? Да, наверное, пить меньше стали. По выходным с ребятишками катается – это радостно. Сама трасса в аграрном не скучная. Масса горок, трамплинов и крутых поворотов. Мы вообще должны были пробежать 3 километра, но не свернули туда и пробежали 5. Праздничная программа и чайпитие в 2021 году стали невозможны из-за пандемии. Но у всех участников лыжной гонки останутся теплые воспоминания и шапочка. Вы когда-нибудь задумывались, как мы смотрим на этот мир? Если младенец видит его почти плоским, состоящим из хаоса отдельных объектов, то взрослее он начинает различать глубину пространства, соединяя отдельные части и упорядочивая их в одну очень пластичную, глубокую картину. Прочувствовать такие скачки восприятия предлагает художник Ольга Кошелева на своей 10-й персональной выставке «Сознание пейзажа». Я себя не отношу ни к реалистам, ни к абстракционистам. Я всегда даю название натурное, чтобы зрителю было легче. Но мне важен переход из реального, какого-то натурного мотива в некий пластический художественный образ. 52 работы художницы отправят зрителя в путешествие. В пастельных тонах Ольга изобразила Санкт-Петербург, Грузию и родной Омск. Но вот чтобы узнать знакомые пейзажи, смотреть нужно неспешно, разделяя написанное на холсте пространство воображением. Сначала, бросив первый беглый взгляд, кажется, что это просто красивая, очень безумно красивая, но абстрактная работа. Но чем дольше ты на нее смотришь, тем, чем больше вглядываешься, и вот как будто как из тумана начинают проступать совершенно конкретные образы, виды, начинаешь погружаться в пейзаж. Это очень медитативные произведения. Ощутить разницу абстрактного и реального, а может быть и помедитировать на выставке, получится без посредников. Пастель Ольги Кошелевой выставляется без стекла, на что музеи идут крайне редко из-за хрупкости материала. Им художница работает уже 19 лет из 30 своего изобразительного опыта. И понятно, что любое экспозиционное пространство, где пастель выставляется, обнаженной, и любой институции это идет на риск, но в данном случае мы решили, что риск оправдан, что лучше пойти на риск, чем показывать под стеклом, потому что если бы мы показывали под стеклом, то, может быть, мы и ничего не показали бы. Мне очень понравились картины, на которых Ольга запечатлевает какие-то совершенно рукотворные приметы и знаки. И вот, наверное, две мои любимые работы, как раз с этим перечеркнутым крестом на синем фоне, вписанным в перзаж, который делает совершенно, казалось бы, абстрактное, живописное пространство, сразу обитаемым, человеческим, узнаваемым знакомым. Вы когда-нибудь задумывались, как мы смотрим на этот мир? Придаться этим мыслям можно до 28 марта в центре «Эрмитаж Сибирь» на выставке «Сознание пейзажа» Ольги Кошелевой. В театре юного зрителя репетиция «Смертельного номера». Постановку по пьесе Олега Антонова зрители увидят 12 марта, только уже в Доме актера. Пока артисты играют с бутафорскими чемоданами на сцене, в театральных цехах наполняются многочисленные коробки. Уже сейчас их набралось несколько сотен. «Тюз» не будет прежним. Его ждет большой ремонт. Момент волнительный. До этого артисты покидали родные стены разве что на время гастролей. Сейчас же в течение трех лет им придется выступать на других площадках города. У нас не станет своего дома, будем так называть. Получается, мы будем скучать по своему дому. Хотелось бы, чтобы сохранилась душа театра. Дух сохранился. Как говорят, что есть намовленное место. Есть еще… Каждое здание имеет свой какой-то особый дух, свой неповторимый дух. А театры в этом смысле обладают своей какой-то определенной атмосферой. Внешний облик театра почти не изменится. Обновят лишь покрытие фасадов и кровлю. А вот коридоры и фойе после ремонта зрители уже не узнают. Здесь появится больше света и уютных зон для ожидания спектакля. Внесут яркие акценты и в облик зрительного зала. А сцену оснастят современным световым и звуковым оборудованием. Внешние атрибуты, они очень и очень важны, потому что это селфи, это посты в Инстаграме и других социальных сетях. Действительно важно, чтобы сюда хотели приходить взрослые. И в первую очередь, чтобы сюда хотели приходить дети, чтобы детям здесь было уютно. Конечно, здесь все поменяется, потому что будут стоять комфортные зоны, мягкие фойе и прочее. Кстати, одна из самых больших перемен в нашем дворике внутреннем будет организована площадка для показа спектакля летом. Такой своеобразный летний театр. Переезд для каждого человека – дело непростое. Что уж говорить о целом театре. Здание Утюза больше полувека. За эти годы фонды театра пополнились сотнями декораций и сценических костюмов. И, конечно, все это время артисты обживали гримерки, которые стали для них вторым домом. Каких-то перемен. Ну, я хочу, чтобы это было сюрпризом. Такой приятной неожиданностью. Что-то новое, да. Наверное, хотелось бы. Так, сейчас оцениваем, что здесь можно поменять. Ну, в принципе, по большому счету, у нас здесь все есть. Диван, кресло, я не знаю. Все комфортно, удобно. Ну, это для нас впервой этот период. И хотелось бы, чтобы, как-то, я не знаю, если это три года, ну, вот этих скитаний, мотаний везде. Конечно, хочется вернуться в родной театр, на родную сцену. И чтобы... Ну, поэтому сейчас мы в таком неведении, не знаю. Ну, да, пребываем. Театральные джунгли, в Тюзе более 200 растений, тоже переедут. Небольшие горшки с цветами на время ремонта разберут сотрудники театра. А большемеры, которые вряд ли поместятся в пространстве обычной квартиры, могут забрать организации города. Все подробности лучше уточнять в группе театра ВКонтакте. До большого переезда Тюза осталось всего несколько недель. И совсем скоро труп побудет назначать свидание своему зрителю в разных концах города. Ведь если зритель любит, то, конечно, придет. Секшен хотел показать, что-то нарисовал, это все увидели. Ну, порисоваться, повыпендриваться, порисовать. Я достойную архитектуру вроде как уже, ну, какую-то перерисовал. Ну, остался вот этот тут. Доходный дом Печокоса – это общежитие ветеринарное, по-моему, там. Это просто у нас архитектура в городе, ну, которая глазу мило, приятная. Мало. Жемчужина омского модерна. У нас их там вообще по пальцам пересчитать. Молодцы. Ну, мне не сильно стыдно за то, что за моей спиной. Для чего в эпоху интернета живописцам нужны выставки? К чему стремится современное искусство? И каково быть театральным художником? Об этом мы поговорили с Иваном Предитом. Еще никогда вот в этом цехе не проводили такие мероприятия? Нет, тут цех у меня, ну, лакомый кусочек. Тут, когда режиссеры, например, приезжали, ну, такие те, что помоложе, на фестиваль сюда там. Ну, и здесь ребята проводили читки, пиес. И режиссеры там тоже с фестивалем говорят, мы здесь хотим вот, ну, спектакль. Спектакль. Ну, у меня здесь не спектакль сегодня, хотя я и буду у всех на виду. Ну, мне рисовать очень нравится и рисоваться. А я сегодня смогу совместить эти два дела. Для чего художникам сегодня делать вот такие встречи, если, в принципе, все сегодня можно показать в интернете? Как на ваш взгляд? Можно показать все в интернете, но я, например, цех свой не смогу показать в интернете, потому что мы сейчас уедем из этого здания, здесь будет ремонт. А я за то время, что работал тут, много чего накрасил. И то, как я это покажу в интернете, не факт, что люди придут сегодня, которые в гости, по-другому это бы увидели. Ну, не знаю, слишком, мне кажется, красиво у меня в цеху, я хочу этим поделиться. Вы работаете в театральной мастерской. Что для вас вообще, в принципе, значит быть театральным художником? Театральным художником быть, это ужом между двух раскаленных сковородок проскочить. Почему? Ну, потому что художник одного хочет, постановщик, условия реальности другое диктуют. Если еще что-то у режиссера спросить, чего он хочет, об этом художник, постановщик, они с режиссером должны общаться. И если у них все между собой здорово, то лишнего нет звена. Ну, есть реалии, там сроки, материалы и есть фантазии художника, который хочет всего и сразу, а ты по факту стараешься как-то это все. Поэтому и говорю, что ужом сквозь, ну, двух сковородок. Нет, если ты художник-постановщик, то ты там сам фантазируешь, дайте мне, вот то, это, это унесите, это вообще, что попало, там, где вы это взяли. Ну, а я работаю, ну, заведующий цеха вот этого, и моя задача именно ужом. Так проползти, да? Конечно, там, ну, не проползти, там, надо сквозануть, потому что сковородки могут быть, ну, раскаленные, и ты по ним пока ползти будешь, ты аж паришься. Надо там как-то быстренько все это делать. А вообще в целом сегодня художникам важно как-то выставляться, показывать живой публике свои работы? Мне кажется, всегда это важно делать. Это общение со зрителем, с твоим живое, которое происходит. Потому что то, что мы все смотрим, ну, в экране телефона, там, ну, там-то все рисуются классными и красивыми, ну, и мы там вообще все просто супер. Ты же выложишь только то, что у тебя круто получилось, ты еще четыре фильтра наложишь, восемь раз эту публикацию там выставишь, сотрешь, выставишь, сотрешь. Ну, а тут шанс, ну, грубо говоря, облажаться есть. Ну, и все равно мы же засиделись тут, ну, и на карантине, и под экраном телефонов, что живое общение, оно, блин, ну, конечно, нужно. Есть время для того, чтобы все-таки заняться своим творчеством, где-то какой-то, не знаю, там, набросок сделать, скетч нарисовать? Да, времени тьма на самом деле. Тут дело не в том, что у тебя есть время, не время, и времени тьма, и мне этот цех, сколько вот лет, да, я здесь, то есть тут нужно было рисовать и рисовать. То есть понятно, что ты этого не делаешь, пока тебя петух жареный и начинает вниз спины атаковать. Тогда ты, да, я тут сейчас вот эти вот, эти щиты, на которых я, ну, сегодня буду рисовать, они у меня стоят здесь уже, ну, не первый год. И я такой, да, надо, 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 только вот, круто, давайте завтра. Ну, и все, я сейчас такой на истерике, типа, там, последние дни, когда пользуешься этим, ну, цехом, то тут надо все, и краску искрасить, там, все изрисовать. По большому счету, мне ничего не мешало это делать, там, в течение всего того времени, что я работал. Конечно, ну, среди работы, когда ты, там, выполняешь, там, силами своих цехов, то есть, там, фантазии режиссеров и художников, постановщиков, у тебя, там, не то, чтобы, там, на набросочек время выкраиваться, но просто здесь, у меня тут им холсты и картины, да, здесь работают еще, ну, и мастерская моя. Как-то следите за жизнью своих таких работ крупных, которые на городских стенах? Ну, да, конечно, обновляю какие-то, которые, то есть, у меня там есть работа, ей чирка исполнилась, вот, там, ну, была 10 лет, я считаю, это, ну, срок для работы, которая, при том, что еще, ну, на улице, вот так, то есть, ну, вообще никто не просил ее нарисовать, то есть, ее как могли, ну, из этого же гаражного кооператива выйти, закрасить. Как и тоже ребята, кто рисует на улицах, они, ну, запросто могут прийти, перекрасить, то есть, ты же, когда на улице рисуешь, ты уже, ну, автоматически, но готов к тому, что это все, ну, недолговечно. Вот, а то, что она 10 лет, ну, висит, и там, ну, ее никто не перекрасил, никто не закрыл, то это, блин, вообще спасибо, будет здорово, значит, она, ну, зашла. По вашему мнению, куда сейчас движется, стремится искусство, вот, живопись? Да, оно катится ко всем чертям, и нас в ад и геену огненную, развергнутую, просто приведет к такими темпами. Да нет, на самом деле, это же все, ну, оно развивается по, это, ну, по спирали, там, вся вот эта вот, ну, наука про историю, искусство, там, что она делает, ну, виток и возвращается, все к тому же, то есть, эти, там, ну, там, про моду, там, про эти, там, про одежду, там, креши, не креши, прически, не прически. Мы-то все, там, под 0,3, то потом гриватрясы все, ну, это же не первый раз. Все возвращается на круги своя, просто на какой-то следующий, ну, виток выходя. То есть, мы, там, что рисовать, ну, учимся, то потом, ну, подходим от этого, то там, опять, опять. Но сейчас, что, ну, технологии какие-то, да? Уже другое измерение, там, не высота, вот так, в глубину, там, кто умеет передать, там, или запахи. Вообще не знаю, что будет дальше. Черные и белые. Сегодня шахматы далеко не так популярны, как в начале 20 века. По крайней мере, так было, пока ход королевы не поставил мат стереотипу о скучности игры. После выхода сериала продажи шахмат увеличились в десятки раз. Одноименный роман Уолтера Тевиса попал в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет. Прародителем шахмат считается индийская игра чатуранга. Четыре рода войск на санскрите. Неизвестно, кто и когда ее придумал, известно лишь, что тогда появилось поле 8 на 8 клеток. Попав в 7 веке на арабский восток, игра обрела знакомый каждому облик. Там же она и получила название шахматы. В переводе с древнеперсидского «король беспомощен». Шахматы – очень древняя игра. По легенде, она была придумана для индийского правителя, его приближенным чиновникам, дабы научить его такой сдержанности некоторой. Эта игра становилась одной из важных составляющих воспитания высшего сословия, в том числе полководца. Потому что эта игра вырабатывает, собственно, очень важные качества, в том числе для лидеров страны, такие как умение просчитывать свои действия наперед, хладнокровно, без эмоций. Так же, как и на игровом поле, в жизни случаются рокировки. Сегодня в городском шахматном клубе королевскому мату обучают даже самых юных игроков. Из полутора тысяч посетителей 250 – дети. И, может, среди них есть новая, рожденная в Омске звезда шахматного спорта. «Я захотела заниматься сам. Вообще, мы играли с дедушкой, со своим, и он мне как бы привил интерес к шахматам. Просто потом мне надоело ему проигрывать, и я решила как-то заняться более серьезно. Мне надо заниматься сейчас много, потому что нужно догнать мне как бы свой возраст, как-то попытаться». Шахматы – универсальная игра, развивающая сразу оба полушария мозга. Левая – отвечающая за логику, и правая – за творчество и фантазию. К тому же, играя в шахматы, мы сами того не желая попадаем в успокаивающий мир математики, логики и порядка. Именно поэтому фигурки на клетчатой доске часто становятся инструментом психологов. Шахматы – это во многом еще и проективная игра. То есть, когда мы, некоторые из психологов, в том числе используют шахматы, как работу с какой-то внутренней проблемой. Ведь, в принципе, ты можешь ассоциировать себя с какой-то фигурой на этой шахматной доске. И ты, в принципе, можешь разыграть сценарий своей жизни. Вот уже более полутора тысяч лет шахматная игра радует людей, делая их лучше. Ее воспевали Амар Хайям и Шекспир, Толстой и Гетте. Тихая игра музыки разума влюбляла в себя людей во все эпохи. Ведь, когда фигуры стоят в клетках, все остальное уходит, и остается только интеллект и желание побеждать. Первыми они убили Макса. Он зашел в нашу палату на Майдане в начале января, улыбнулся и сказал. Привет, я Макс. Тетушок из Донецка. А потом, будто фокусник, начал доставать из рюкзака теплые носки. Пар 10, не меньше. Он улыбался застенчиво, будто мальчишка, который боялся, что его не примет в игру. Он родился в городе, где можно было быть либо бандитом, либо рабочим быдлом. А он не хотел становиться ни тем, ни другим. Его убили за то, что он был свободным. В толпе, которой эта свобода нафиг не нужна. Макс был первый. Потом их было много. Так много, что я уже не помню. Позыдных не помню. Я прочитал эту пиесу год назад, зимой 2020 года. Я был сразу поражен. Сама история, вот эта встреча, так сказать, на нейтральной полосе врагов без оружия, она документальная. Это очень тяжелая тема, но про это нужно говорить, чтобы что-то понять в себе, чтобы вообще это принять, как бы, да, и с этим дальше жить. Нельзя делать вид, что этого не было. Потому что еще очень это событие близко, так сказать, оно кровоточит, оно слишком еще обжигает. Мы-то там не воевали, ну, кроме добровольцев, да. Вот, воевали-то украинцы и люди Донбасса. Вот, и вот они по этому поводу, да, навряд ли смогут разговаривать лет 30 спокойно, да. А мы можем, и это наш, так сказать, наш долг, если хотите, наша обязанность. Первый раз эту пьесу у нас была видеочитка, интернет-онлайн. Ну, когда мы прочитали, во-первых, еще сама пьеса начинается с монологов двух персонажей. И там, ну, буквально все, независимо от возраста, пола и статуса, все сидели с мокрыми глазами, когда, то есть, там, действительно мощные такие темы. И обстоятельства войны, нечеловеческие, скорее всего, являются катализатором для таких чувств, агрессии и тому подобное. Потому что я думаю, что, так или иначе, в каждом человеке есть какой-то зверь, а на войне этот зверь выпускается, потому что иначе нельзя. Когда дело доходит до конфликта, да, то есть, до первых смертей, потом очень трудно простить. То есть, эта вот вражда, она остается на очень долгие годы. Ну, представьте, ко мне в дом приходит человек, разоряет меня, вносит все, что есть в моем доме, там еще, не дай бог, моим близким что-то делает, причиняет какую-то боль. Как в этом, как в этом найти прощение, как относиться, остаться, остаться в человеческих отношениях с этим противником. Очень трудно найти в себе это прощение. Как только после последней войны проходит какое-то количество лет, люди, как ни странно, начинают скучать по войне. Вся риторика начинается о том, что да мы сейчас, и чем больше будет таких спектаклей, чем больше будет напоминаний, чем больше люди в зале будут переживать страх войны, тем лучше. По образованию врач, по призванию свечник впервые Евгения Булай растопила воск на карантине. Предпочтение отдала соевому. Он экологичный, еще важнее практичный аспект. В отличие от парафина, аромат сохраняет, пока не догорит. Раньше в покупных свечах, которые я когда-либо пробовала покупать, в обычных магазинах, никогда не замечала, что ты зажег свечу, и она прям пахнет. Такого не было. Можно создать свечи такие, чтобы они пахли и создавали настроение и особую атмосферу у вас дома. Я не представляла, что аромат может вызывать какие-то ассоциации, на настроение влиять, как я уже говорила. Что-то вот такое магическое происходит. Чтобы запах свечи заполнил комнату достаточно 10 минут, а вот создать ненавязчивый аромат – дело нескольких дней. Сейчас в линейке мастерится с десяток аромовариантов. Самый популярный после секса – строго 18+. Ноты сандала и кедра создают ту самую томную атмосферу. Почули и белый мускус добавляют изюминку. И если аромат в квартире будоражит, то с запахом на теле следует быть осторожнее сексолог. Сергей Тимофеев уверен, даже самый дорогой парфюм может навредить. Он с легкостью перебьет феромоны, едва уловимые запахи, говорящие о совместимости. У нас есть волюмером орган такой, который воспринимает запах окружающих нас людей, который определяет сразу, подходит, такая биохимическая лаборатория очень мощная, да, подходим ли мы друг к другу. Отсюда-то и возникает вот эта, возникла поговорка «Любовь зла, полюбишь и козла». Не важно, как он выглядит, да важно, как это воспринимается твоим носом и твоим глубоким древним мозгом. Как далеко могут завести чары обоняния, попытались узнать и в Бруклинской арт-галерее. В 2010 году там прошла необычная выставка. Гостям было предложено выбрать себе партнера по запаху футболки. Сами вещи запечатали в специальные пакеты вместе с номерками участников. По ним можно было опознать хозяина и пригласить его на встречу. Сейчас такие феромоновые вечеринки популярны во всем мире. В России редкие встречи проходят в Москве. Попасть туда непросто, а значит, чтобы найти половинку, легче отказаться от любимого парфюма хотя бы до первого свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...